Хочешь стать гением? Легко! Пройдите одноименный онлайн-курс, и вам покорятся любые вершины по милости Аллаха. От нас скидка в 30 тысяч рублей. От вас перейти по ссылке ниже. Один из отелей в Медине до сих пор принадлежит праведному халифу Усману Ибн Афану, да будет доволен им Аллах, жившему более 1400 лет назад, передает телеграм-канал Мулай за угла. Усман Ибн Афан был богатым человеком и щедрым на пожертвования. Он выкупал земли, строил колодцы, которые по-прежнему орошают земли. В знак благодарности люди сохранили это имущество на его имя. На сегодняшний день у Усмана Ибн Афана существует активный счет в банке. Все доходы расходуются на нужды людей во всем мире. Усман Ибн Афан даже получает счета за электричество и воду на свое имя. Усман Ибн Афан – арабский государственный и политический деятель, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммада. Мир ему. И третий праведный халиф – с 644 по 656 год. При Усмане завершилось собрание письменного текста Корана в единую книгу. Родившись в известном меканском клане Бану-Умайя из племени курайшитов, он сыграл важную роль в ранней исламской истории и известен тем, что заказал компиляцию стандартной версии Корана. Под руководством Усмана арабский халифат распространился на Фарс – современный Иран в 650 году и некоторые районы Харасана – современный Афганистан в 651 году. Завоевание Армении началось в 640-х годах. Усман был женат на дочери пророка Рукайе и после ее смерти женился на другой дочери пророка Ум-Кульсум. Женившись на двух дочерях Мухаммада, он заслужил почетный титул Зу-аль-Нурайн – обладатель двух светочей. Да пребудет мир и милость Аллаха над Усманом Ибн Афаном. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова